Две с половиной тысячи лет назад Гаутама Шакьемуни открыл путь выводящий существ из круговорота желаний, страданий и смерти. Его учение называется Дхарма, а сам он получил имя Будда, что значит пробужденный. Тантра Вьюто. Священные ритуалы Тибета. Буддизм призван помочь нам избавиться от неведения и омрачений, но он не запрещает обращаться к воображению. Он говорит, что тело и ум взаимосвязаны, а украшение чувств способно привести к просветлению. В этом основа тантризма, который до сегодняшних дней практиковался в великих монастырях Тибета. Тибетский буддизм, притесняемый теперь на родной земле, пришел на запад. Эти церемонии исполняют монахи Тандрического монастыря Гьюто. Тибетский буддизм. В медитации, используемой в этом ритуале, монахи фокусируют свое внимание на святыне, в которой сокрыта мандала. Мандала — это схема внешнего и внутреннего мира человека. Созерцая мандалу, монахи стремятся пробудить к жизни просветленные силы Будды, которые таятся в сердце каждого живого существа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Звуки призываний входят в сердце и пробуждают пребывающего в нем Будду. Этот уникальный древний стиль пения сохранился в монастыре Гюто. Каждый монах здесь одновременно извлекает несколько нот. Пропетые таким образом целые аккорды способствуют призыванию Будды и оказывают просветляющее воздействие на наш ум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Далхаузе у подножия индийских Гималаев. Прекрасное место, где теперь разместился монастырь Гюто. Основанный в Тибете в 1474 году, Гюто – один из основных центров для изучения тантры в Гилукпе, одной из четырех школ тибетского буддизма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тара Тулку – 115-й настоятель Гюто. Основанный в Хасе, столице Тибета, монастырь Гюто вмещал более 900 монахов. Лишь сотни из них удалось бежать в Индию, когда китайцы закрыли все монастыри Тибета. Сегодня их число выросло до 200, включая молодых монахов в возрасте от 7 до 14 лет, которые проходят обучение в монастыре, чтобы затем стать преемниками старшего поколения. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Молодые монахи учатся, не покладая рук. Они должны выучить наизусть множество текстов, постичь их толкование. Лишь после этого они получают посвящение на освоение тадрических практик. ПЕСНЯ Каждый из монахов также осваивает ремесла, чтобы помочь своему монастырю. ПЕСНЯ Они работают по 7 часов в день, 6 дней в неделю, за исключением дней, когда проходят большие церемонии. ПЕСНЯ 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 Создание мандал – особое искусство монастыря Гьюто. ПЕСНЯ Для некоторых церемоний мандалы строятся из цветного песка. По завершении ритуала мандала разрушается, чтобы подчеркнуть приходящую природу всего сущего. ПЕСНЯ Тантра говорит, что человек может воздавать почести высшим существам, только если сам является высшим существом. Для этого необходима медитация, где божества представляются в мельчайших деталях. Когда человек в точности воссоздает в своем воображении образ божества, в различии между ним и тем, что он видит, исчезает. Это божественный союз. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Долг полностью посвященного монахам – думать о благе всех существ и прилагать усилия на этом пути. Для этого монахи каждый день читают медитационные молитвы. В ходе таких ежедневных молитв монах выбирает в себе силы призываемого божества, которые затем он может направить на принесение пользы всем, кто повстречается ему на пути. ПЕСНЯ Сегодня те монахи, что приняли приглашение исполнить ритуал на Западе, получают в качестве благословения традиционные белые шарфы от бывшего настоятеля. Группу возглавляет теперешний настоятель Тара Тулку. Тара Тулку говорит, если будет мир во всем мире, буддизм будет процветать, потому что буддизм зиждется на размышлении и имеет в своей основе абсолютную истину. Учитель, Будда, который открыл эту истину, указывает нам путь, чтобы мы безошибочно достигли места назначения. Продолжение следует... Первые тибетцы были кочевниками, на земле твердой, холодной, по большей части бесплодной, где ледяные ветра обдували бескрайнее плато и оторванные от мира долины крыши мира. Вести оседлый образ жизни было очень трудно, материальный прогресс шел медленно. Но в этой горной стране человек, усмиренный монотонностью жизни и безудержными силами природы, обращался к исследованию своего сознания, встречаясь с мощными силами иных миров. Взятой конфронтацией с миром духов, добрых и злых, выросла древняя шаманская вера тибета — Бон. Бесстрашные и воинственные тибетцы в VII веке собирали дань с китайцев и непальцев. В это время царь-воин Сунг Ценгампа принял буддизм. Тибетцы величают его первым царем Дхарма. Он наставил тибетцев на путь мира и сострадания. Молитвенные барабаны теперь можно видеть по всему Тибету. Веком спустя второй царь Дхармы Трисонг Дэ Ценг пригласил из Индии буддийского тантрического наставника Падма Самбхаву. Падма Самбхава считается эманацией Будды и средоточием его тантрических учений. Он трансформировал шаманские вероучения тибета в буддийские. Гневные божества буддизма — это бывшие демоны и духи Бона, которые стали защитниками Дхармы, а не ее противниками. В силу внешнего сходства боннских и тантрических ритуалов тантризм очень быстро распространился в Тибете. Индийские святые странствовали по стране, обращая людей в буддизм и изгоняя демонов. Падма Самбхава ввел так называемые танцы лам, персонажами которых стали божества и святые. Тибетские святые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После правления дхармических царей политическая верхушка утратила свое единство из-за враждебности бонских священнослужителей. Последовал период жестоких гонений, но буддизм вышел победителем. Монастыри стали островками мира и спокойствия. Постепенно их влияние в государстве возросло. Священные тексты, привезенные из Индии, были переведены монахами на тибетский язык. Рожденный в 1358 году в Восточном Тибете, Чедзанкапа, великий реформатор, основал новую школу буддизма. Ее последователи получили имя Гелукпинцы, или Добродетельные. Город-монастырь Кумбум был возведен вновь веками позже, на его родине. Чедзанкапа Чедзанкапа учил своих последователей никогда не выпускать из виду высших идеалов буддизма, обетан не покидать колесо бесконечных перерождений до тех пор, пока все существа не достигнут высшего просветления. Чедзанкапа Учеником Чедзанкапа был первый Далай-лама. Далай-лама почитают как живое и активное воплощение Чендрезига, Будды сострадания и главного охранителя Тибета. У тибетцев много признанных перевоплощенцев, таких как этот мальчик. Он Тулку — просветленное существо, сделавшее сознательный выбор вновь воплотиться на земле и приносить пользу всем существам. Дрикунгатхунду, перерождение Чедзанкапы и ученик первого Далай-ламы, основал Тандрический монастырь Гьюто в 1474 году. У Гилукпы появилось множество последователей по всему Тибету. Под руководством Далай-ламы именно эта школа привела к слиянию духовной и светской власти. Дворец Патал-Ал-Хаси был возведен в конце 17-го столетия Пятым Далай-ламой. Пятый Далай-ламы известен тем, что объединил страну под знаменем буддизма. Лхаса, с возрушающейся над ней Паталой, стала центром правительства, в состав которого входили и монахи, и миряне. Христианская миссия под руководством Отца Ордена иезуитов Джейзи Дерри была тепло встречена в Алхасе в 1716 году, но мало чего добилась, не сумев победить лам в предлюдном пилософском диспуте. Далай-ламы продолжали править объединенным Тибетом на протяжении 18-го и 19-го веков. Тем временем правительство Китая заставило Тибет закрыть свои границы для иноземцев. Тибет оставался закрытой страной до рубежа 20-го столетия, когда из Европы прибыли исследователи в дипломатические миссии. В 1904 году во времена правления 13-го Далай-ламы на территорию Тибета вторглись британцы под командованием полковника Фрэнсиса Янгхасбенда. Тибетцы предоставили китайцам решать эту проблему. Политический конфликт между тибетцами, китайцами и британцами был разрешен подписанием конвенции в Шимле в 1914 году, в которой британцы гарантировали сохранение независимости Тибета. Незадолго до своей смерти в 1933 году 13-й Далай-лама услышал о том, что китайские коммунисты разрушили буддийские монастыри в Монголии. Он предсказал, что вскоре подобное произойдет и в Тибете. Он также предрек, что вскоре не останется Далай-лам, что религия и воспоминания о прошлом будут вырваны с корнем, и что его народ лишится родной земли. Он предупредил тибетцев, что они должны готовиться к дням и ночам, проведенному в страхе. В октябре 1950 года китайская коммунистическая армия атаковала восточный Тибет и на следующий день оккупировала Лхасу. Тибетцы заставили признать правительство коммунистического Китая. При этом китайцы обещали сохранить статус и функции Далай-ламы в том, что касается буддизма. Тибетцы упрямо не желали признавать светскую власть Китая, и вскоре стало очевидным, что китайцы вовсе не собираются держать. Далай-лама проводит диспут по вопросам теологии и метафизики с высокими ламами. По обе стороны от него сидят его учителя. Победа ему вовсе не гарантирована. Сперва он должен отвечать на вопросы, задаваемые ему экзаменаторами. Теперь ей в очеред задавать вопросы им. Успешное завершение экзаменов отмечают танцами. Джо Канг, главный храм Бхаси, стал местом его заключительного экзамена перед собранием 20 тысяч монахов. Он проходил Дни Тибетского Нового Года. Ровно годом спустя китайцы, столкнувшись с вооруженным сопротивлением по всему Тибету, попытались свернуть Далай-лама, видя в нем символ борьбы за независимость этой страны. Когда народ Лхасы поднялся на его защиту, Далай-лама принял решение уйти в изгнание, в Индию. За ним последовали десятки тысяч тибетцев. Бунт был подавлен, и все виды религиозной деятельности в Тибете были запрещены. Монахи и монастыря Гюто прибыли на Запад 14 годами спустя. Лондон. Июля 73-го года. Лондон. Июля 73-го года. Июля 73-го года. Его святейшество Далай-Лама. Некоторые люди в зале могут задаться вопросом «Разве можно показывать тендерические ритуалы светской публики? Это же тайные учения, скажут они. Разве можно показывать их для развлечений?» Однако внутренние процессы, сопровождающие ритуалы и озарения, получаемые в медитации, невозможно увидеть глазами. При этом весьма благоприятно наблюдать внешнюю сторону ритуала, ибо это рождает в уме связь с данными практиками и раскрывает заложенный в нашем уме потенциал. Опираясь на свои внутренние переживания, йоги могут исполнять определенные ритуалы на благо общества, например, церемонии освещения изображений, предотвращение природных катаклизмов и эпидемий, управление погодными условиями. Хотя крайне сложно практиковать и полностью осознать суть тантры, тибетцы всегда собирались, чтобы посмотреть на внешнюю сторону ритуала, подобного тому, который вы увидите сегодня. Назначение этой церемонии — благословение храма и священных изображений. Будд призывают в храм и просят оставаться с монахами, посвятившими свою жизнь служению всем существам. Они совершают подношение сандала, который смешан с водой и превращен в пасту. Это подношение символизирует их желание очистить деяния тела, речи и ума. Я омываю тело Будды, дабы очистить тела всех существ. Я очищаю речь Будды, дабы очистить речь всех существ. Я очищаю ум Будды, дабы очистить ум всех существ. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогали. Субтитры подогали.